Ребята, всем огромный привет из солнечного Сочи. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь. Вы попали на канал Семя на чемоданах. Я сегодня вас приглашаю в такое путешествие, которое будет посвящено Эмиритинке. Прогуляемся по набережной, по пляжам, посмотрим, как принимают гостей и жителей а-ля пляжи самые клёвые, такие как, например, Рэдисон. Всё я вам покажу в этом выпуске. Давайте начинать. Ребята, начнём мы наше с вами путешествие с Цемлянской улицы. Вот как из лайфхаков, вы сюда можете приезжать и здесь припарковать автомобиль. Отсюда не эвакуируют, здесь получается и слева, и справа можно ставить машины. Мы, когда здесь жили, мы всегда так делали. Именно сегодня я сделал так же, но я её поставил в самом начале. Получается, вот так вот идёт Таврическая улица. И на углу я припарковал автомобиль. Единственное, что не рискуйте и не ставьте свою машину возле пешеходного перехода, точнее перед пешеходным переходом, иначе у вас её могут эвакуировать. Ну вот, типа, вот видите, пешеходный переход, вот машина стоит, её могут забрать. За пешеходным можно, перед пешеходным нельзя. У нас просто был такой случай, когда нас именно так эвакуировали. Вот это было, конечно, прикольно. Из Сочи нас забирали машину. Значит, отправляемся на набережную, посмотрим, как там, прогуляемся до Рэдисона. Возможно, на Рэдисоне искупнёмся. Мне самому очень сильно интересно посмотреть, что осталось от Рэдисона. Потому что здесь, когда были шторма, песчаные пляжи, которые были, их посмывало, и уже нету песчаных пляжей. Я не знаю, Рэдисон остался ли. Итак, такой сквер. Тут вот на лавочке, значит, это торговцы с животными. Если вдруг будете фотографировать, что я не рекомендую делать, то будьте внимательны. Говорят, что фотография стоит 100 рублей, потом садят вам ещё одну сову, ещё шишилку, и говорят, что на выходе с вас 2500. Это такие быстрые разводы. Мы как под гипнозом просто, о, нифига себе всё, и отдаёте вас, ну как остается, магнитик и дешёвая одна фотография. Так, всё открыто, экскурсии, кофейни, велопрокат, самокатный шейринг, мороженое. Вот мы уже с вами попадаем на эту прекрасную набережную, набережную Меретинской низменности. И вот он первый пляж, сразу за бетонным ограждением. Очень не люблю эти бетоны. Это пляж Спорт-Инг, он очень длинный, он аж туда проходит до бриджа. Вот такая тут сегодня обстановочка. Да, людей ещё немного, потому что ещё, как говорится, не вечер. Вот, но на бридже уже, конечно, там огромное количество людей. Вот так вот люди гуляют, кайфуют. Вот прекрасная погода в Сочи, ветра, ветра почти нету, прям совсем чуть-чуть. И на море штиль. Обязательно искупнёмся, потрогаем водичку, но я думаю, что она где-то 26 градусов. Здесь, значит, гостишка какая-то, да, комплекс. А дальше вот это вот здание, это начинается в Тарфа-отеле. Прикольные очень виллы. Ну, они, конечно, стоят приличных денег и далеко. Далеко не каждый может себе позволить отдых в такой вилле. Но они внутри очень клёвые, там типа три этажа, лифт в каждой вилле. У вас, получается, своих нескольких террас, свой бассейн, кухня, ну и так далее. В общем, там очень-очень клёво. Кстати, кто вот интересуется, здесь бесплатный Wi-Fi. Есть вот такие вот таблички. Есть также велодорожки, на которых можно покататься на электросамокате. Взять, например, шеринг. Вот. И покататься. Единственное, что делать это максимально аккуратно. Потому что аварии, пока мы жили в Сочи, насмотрелись прилично. Давайте пройдём вот сюда вот в такие челлаут-зоны. Посмотрим, как выглядят пляжи отсюда. Вот, видите, все зонты расчехлились, получается. Там такой тенёк. Очень стильный душ. Стильная переодевалка. Единственный минус переодевалки, потому что без крыши. И, кстати, если на пропе, то можно будет видеть, как переодеваются люди. Это не совсем, кстати, прикольно они сделали. Так. Мороженое пока закрыто. Давайте пройдёмся по пляжу. Здесь есть такая часть пляжа. Бело-красная. Выделяющая прокат сапбордов, массажи. В общем, всё, как говорится, по классике. Но вот такой вот стиль. Беленький, голубенький. Какой-то крем-брюле, да, наверное, в цвет. Очень прикольный. Лежаки пока свободные. Сильное солнце и жара. Ожидаются. Ну, 37 это немного. В Краснодаре. А, ну, в Краснодаре, да. Всё, прошли. Форум-бюро. Видео тогда же ставят палаточки, чтобы хоть как-то спрятаться в теньке. В теньке. Так. Да. Ну, слушайте, пляж свободный. Вот тут, кстати, была тоже зона с песком. И она сейчас без песка. И вообще, кстати, как-то так всё убрано. Интересно. Кстати, вообще, это из лайфхаков. Если хотите поменьше, чтобы было на пляже людей, то вот этот пляж Арпа тут всегда минимум людей. Всегда. Поэтому, если хотите, вот сюда переходите. Так, здесь они что-то в море делают, какой-то пирс. Вот видите, вот эти вот пластиковые хреновины. Они, получается, соединяются. И получаются вот такие вот, видите, плавательные пирсы. Вот раз, и вот тут вот второй. Вон оттуда люди ныряют, доплывают до них и ныряют. Здесь есть, конечно, такая мелкая-мелкая галька. Кому вот нужно бунгалы. Вот такие вот ракушечные, типа лежаки. Вот спокойно. На этом пляже прям очень-очень спокойно. Мне прям нравится. Нам чуть осталось прийти до Рэдисона. И вот уже на Рэдисоне, конечно, я вижу огромное количество людей. И вот здесь, видите, остатки песка. То есть здесь вот недавно, когда было катаклизм, когда Сочи очень сильно оттопило. Здесь вообще все уходило в море. И, естественно, песок весь смыло, поразрушило. Пляжу, но, но. Никто не хочет это восстанавливать. У него типа смысл, прикиньте, сюда завести новую гальку. Опять эти камазы, опять это все грязь, это галька и подобное. Конечно, это не нужно никому. Они почему-то вот так вот, видите, ленточкой оцепили. Не знаю, может быть, потом восстановят. Черт не узнает. Но техники я на пляже никакой не вижу, не наблюдаю. Вот единственное, чтобы в бар было удобно подниматься. Вот так вот сгребли. Но это, видимо, сами непосредственно работники. Сегодня море, я, по-моему, уже говорил, оно очень спокойное. И оно нереально чистое. И вообще, и мерекинка, она славится своим числым морем. Есть света чистенькая. Ну, бывает, конечно, заплывает. Всякое ненужное. Типа медуз. Вот еще очередной прокат самбордов. Тут уже люди в тенечке. Отдыхают, загорают. Да, вот такой вот пляж Арфа. А вон там, вот, смотрите, на воде какую прелесть сделали для детворы. Вот она. Мы сейчас поближе подойдем. Я вам покажу. Ребята, мы достаточно долго прожили в Сочи. Изучили и пропутешествовали этот замечательный город. От Лазаревского до Красной Поляны. Мы даже жили на Красной Поляне достаточно тоже долго. И мы написали свой авторский гайд, который стоит всего лишь 490 рублей. Вы его можете приобрести, изучить и пропутешествовать. По Сочи с легкостью и с удовольствием. Там есть советы и рекомендации, локации. Даже есть определенное жилье. А в общем, очень большой гайд. Две части, там порядка двухсот страниц. Что приобрести, напишите либо мне в Инстаграм, либо Настеньке в Директ прямые ссылки в описании. Мы прошли с вами буквально 30 метров вперед. И здесь вы сами можете заметить уже сколько людей. Здесь просто уже Анапа. Да. Да, вообще, но, но, прошу заметить, что есть на пляже пустые места. Их, в принципе, достаточно много. И в Инстаграме, между прочим, тоже есть пустые места. Вот мы и идем абсолютно свободно. Так что не совсем Анапа. А вот сделали вот такой вот аттракцион для детей. Посмотрите, как клево. На воде не знаю, сколько стоит, но смысл, конечно, очень бомбический. Там и горки, и прыгалки какие-то разные. Да. Мне прям эта тема зашла. Я тебя был бы сейчас с этими пацанами. Я бы, наверное, их загнал. Хотя там есть, скорее всего, какое-нибудь ограничение возраста. Все, глядите, глядите, сколько людей, ребята. Да, обстановка вот такая. Июль, июль, красава. Все стартанули на нашу курорту в Сочи. Конечно, самый прекрасный курорт. Прям даже не обсуждается. Техническая зона тут. Единственное, что у него минус этого берега, очень резкий спуск. И с детьми не совсем комфортно. Вот лично, например, там от той же Анапы, где можно далеко заходить. И купаться с детям классно. И вот мы уже пришли на пляж Рэдисон. Отсюда и начинается, ребята, Рэдисон. И я хочу сказать, что тут песок остался. Что очень радует. Есть огромный прокат сапов. Причем сапа, посмотрите вообще на любой вкус и цвет. Есть высокие, короткие, длинные, широкие. Всякие-всякие разные. Также есть у них вот этот электрический, я не помню, как он называется правильно. Катамараны. Вот они стоят, кстати, электро. Красные. Классно, разрослись. Я прям помню, когда они начинали, было буквально 3-4 сапа. Потом все больше и больше и больше. И сейчас здорово, что ты идешь. И они не такие не облупленные все сапы, а новые. Это прям классно. Вот такой причал. Видите, сделали. Здесь, получается, можно полетать на парашюте, можно взять матрушку. Либо отправиться в какое-нибудь морское плавание. У них люди окупаются. Шикарнейшая атмосфера, ребята. Сегодня здесь просто крутяк. Вот все жилетики сушатся. Вот после плавания. Вот катер, получается. Это прогулки. Ух ты. Гидра, скутер. Да, и вот так вот щилят люди. А на пляже Рэндисоне очень мало, кстати, народу почему-то. Многие люди играют в волейбол. Все по традиции, кстати. Здесь песок был. Вот прям до сюда доходил. Вот они туда. Сюда завезли свежий песок. А здесь оставили как бы старый, прошлогодний. И вы можете увидеть, что ни старого песка нету. Ни свежего песка тоже нету. Причем, посмотрите, как проржавела вся ограда. Да, Рэндисон, вам, конечно, минус. И песок аж только там. Они вот лежаки все сдвинули, часть убрали лежаков. Это, конечно, жесть. Потому что цены на отдыхи в отеле Рэндисон тоже не каждому по карману. И люди, получается, что заплатили за свой отдых эти деньги и должны ютиться на гальке. Хотя, я думаю, по всем каким-то фоточкам, картинкам и презентациям должен быть мальдивский песочек. Вот я говорю, вот здесь вот тоже был песок. Правда, прошлогодний. А сейчас все. Тю-тю. У них есть такая автозона. Желтая такая, переливающаяся. Вот такая, ребятки, обстановка на пляже Рэндисон. У них, кстати, есть тоже прокат. Пойдемте, наверное, на набережную. Посмотрим, как это все смотрится сверху. У них, кстати, есть детская площадка для тех, кто в Рэндисон не отдыхает. И есть такая игровая зона, где можно, по-моему, за 800 рублей в час оставить ребенка. Вот их ресепшн. Душ, кабинки. Вот остатки песка. Это их главный вход. Это сам отель. Вот. И, на мое удивление, набережная пустая. Ну, потому что очень жарко, уже не обед. Часть уже походила, наверное, даже людей домой. Фух. Да, очень жарко идти. Нужно срочно искупаться. Сейчас, наверное, дойдем до соседнего пляжа. И там искупнемся. Вот так он выглядит сверху. Видите, есть у них зеленая зона. Есть песочек. Массажи, бунгало. Вот так вот. Да, все очень красиво. Но, говорю, то, что они лишились половины песка, песчаного, так сказать, пляжа. Это, конечно, печально. Я, если честно, думал, что Рэндисон это тот отель, который все восстановит, как будто бы ничего не было. Хотя, тот же бридж, на котором тоже был песок, только в этом году, в прошлом году не было. Они вообще весь песок потеряли, там, сплошная галька. Хотя бридж, ну, тоже не дешевый. А сразу, ребята, за пляжем Рэндисон есть пляж Сириус, Гамма Сириус. Он тоже очень сильно забит. Мне очень нравится, как он оформлен. Здесь такие, видите, соломенные крыши. У администрации, это прокат сабордов. Вон там дальше сцены, где по вечерам проходят бесплатные дискотеки. Играет диджей. Вот, видите, вывеска. Вот пляж Сириус. Не знаю, зачем это тифра 5. Видимо, они помечаются и беседки. Но на этом пляже людей тоже очень-очень много. Вот так вот пройдусь, немножко покажу. Здесь песочка нету. Здесь галька в перемешку с привозной. Всякое-всякое разное. Так, спасательная вышка. Спасатели есть. Смотрят море. Вон гидрик катается. Слушайте, вообще сезон, конечно, в полном разгаре. Покупайте билеты и приезжайте в Сочи отдыхать. Здесь очень-очень круто. Вот мы с вами подошли, значит, к площади. Здесь установлена, значит, миниатюра Олимпийского парка. Вот она, черная. Здесь по вечерам огромное количество людей. Всякие художники рисуют, барабанщики играют. Кто-то на скрипке, кто-то поет. В общем, здесь особая атмосфера вечером. Поэтому приходите сюда и вечером. Пицца Папе, который мы тоже рекомендуем. А вот по ценам давайте вам покажу пляж Гамма-Сириус. Шезлонг 300. Шезлонг из зон 500. Бунгало 1500 три часа. На целый день 3000. Полотенце 100 рублей. Температура воды 23. Воздуха 28. Мне кажется, заниженная температура. И воздуха, и воды. Не знаю. Сейчас найдем где-нибудь местечко. Покупаемся. Здесь, кстати, есть вакансия на пляж. Сразу на входе есть экскурсии. Вот такой вот парк, где по вечерам лупит музыка. Фото зоны есть. Можно вот сфотографироваться. Очень клево. И вот такая вот, ребята, обстановка. Но здесь море, посмотрите, какое-то, слушайте, грязноватое. Поэтому пойдем купаться чуть дальше. Прошли мы с вами чуть подальше. Атмосфера по-прежнему такая же. Здесь есть где-то сцена, где тоже играет музыка. Главный вход на пляж. Море аморе называется. Наверное, он относится к вот этому ресторану красивому. Сейчас поднимемся, покажу. И вот так здесь. Вот такая еще, видите, фото зона. В общем, если приедете, найдете чем заниматься. Сверху. Здесь, кстати, тоже по вечерам расставляют пуфики, столики, зажигают свечи. И здесь своя очень классная, крутая летняя. Атмосфера. А вот он ресторанчик. Здесь, кстати, тоже какая-то классная группа играет. По вечерам собирает толпы людей. Так, оккупаться мы будем с вами на пляже Спорт-Ин. Здесь прям хорошая вода. Я даже нашел остатки, видимо, песка. Среди сегодня прекрасная, чистая-чистая водица. Поэтому мы сейчас вместе с вами зайдем и нырнем. Я уже говорил еще до глубины, что здесь сразу глупоко. Поэтому не затягиваем и ныряем. Раз, два, три. Как я всплыл, почти вошел в доску. Ой, какая чистая. Слушайте, можно, наверное, доплыть прям до вот этого пирса и оттуда понырять. Но мне кажется, что я с камерой просто не доплыву. Сложно играть всей одной рукой. Фух, обстановочка. Посмотрите, какие виды. Фух, блин, течение сегодня какое-то... Течение сегодня подводное, сильное. Прям сносит в сторону Олимпийского. Фух, вода как правильная. Так, ладно, давайте еще раз нырнем и выходим. Раз, два, три. Ну что, ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Тут так классно. Я не знаю, здесь просто великолепно. Приезжайте в Сочи, обязательно хотя бы на несколько дней перезагрузитесь, отдохните. Мне очень хочется верить в то, что я через свои выпуски передаю вам это настроение, передаю вам эту атмосферу и вас заряжаю. Поддерживайте выпуск лайком, пишите комментарии. Все это помогает очень сильно в развитии канала. Ну и я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok